Донбасс 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 Народный фронт Для улучшения своих электоральных И имиджевых показателей Требует от президента Усилить их позиции В законе О возвращении государственного суверенитета На неконтролируемых территориях Донбасс Владимир Юрьевич Ну смотрите Здесь просто Я правильно понимаю Что в принципе торги идут на уровне Утром стулья Вечером деньги Одна сторона хочет Чтобы народный Например БПП хочет чтобы Народный фронт проголосовал за их документ, Народный фронт хочет, чтобы БПП их поддержал. Но есть ли доверие здесь между партнерами по коалиции? Есть ли гарантия, что договоренности, даже если они будут достигнуты, что они будут выполнены? А не так, кто первый свое получит, ну а дальше об обещаниях забыли? Ну, конечно, доверия нет. Это раз. А второе, для того, чтобы было доверие, надо в пакете. В пакете выносится законы. Вы представляете, чтобы в одном пакете голосовали на значение главы НБУ и закон о деоккупации? Нет, ну я имею в виду, чтобы в один день, например, проголосовать. Значит, в один день там буквально проголосовать. Ну, это уже технические детали. Потому что насколько будут согласованы, насколько ударят по рукам. В конце концов, фракции-то управляемые. Потому что кто управляет фракцией Народного фронта? Управляет, ну, фактически там три человека. Яценюк, Турчинов и Аваков. Кто управляет ДТП? Президент. Все. А есть же стратегическая семерка, между прочим. Там тоже, как бы, могут быть и такие. Куда входят вот эти все ключевые персонажи, там тоже можно. Понимаете, поэтому тут это проблема техники. Там доверяю, не доверяю, договорились. Вот такой кандидат, вот такие изменения. Но тоже проблема не в том, что, например, Народному фронту нужно какие-то более жесткие формулировки в законе. Ну, давайте назовем это деоккупацию, чтобы не занимать времени. Ну, дипломатическую эту линию, внешнюю политику и дипломатию. Кто руководит дипломатией, кто осуществляет внешнюю политическую линию? Президент. А тут уже, как бы, мало что хочется Народному фронту в силу, так сказать, оликоральных соображений. И даже проблема не в том, как назвать там ситуацию в сегодняшней зоне АТО. А АТО продвинет ли это вообще ситуацию на Донбассе или нет? И как это будет согласоваться с партнерами по нормандскому формату, с американцами? Мы же видим, что сейчас происходит, что Путин пошел на обострение для того, чтобы принудить Украину к Минску. Это же принуждение к миру, ну, Минскому миру, в российском варианте. Потому что в Сирии они задачи решили, теперь они переключатся вот на Донбасс. Принуждение Украины к Минску. В то же время Народный фронт требует от БПП такой вариант или такую редакцию законов, где бы в Минске вообще не было. И что дальше? Вот, понятно, что проблема не в том, там доверяю, не доверяю. Проблема в том, что парламент почти не влияет на внешнюю политику. Парламент не руководит дипломатией. А на внутреннюю политику влияет ли парламент, Вадим Юрьевич? Или все-таки, как договорятся высокие стороны, условно, там, Порошенко, Аваков, Яценюк, Турчинов, так и проголосуют? Нет, Володя, смотрите, на внутреннюю политику парламент больше влияет. Ну, бюджет, например, принял. Знаете, смотрите, когда парламент, вот, допустим, премьерско-парламентская или премьерско-президентская республика. Три-четыре ключевых фракции сформировали большинство. Кто-то из них премьер, кто-то министр финансов, кто-то министр обороны, кто-то министр иностранных дел, парламентский министр иностранных дел. Тогда, когда парламент или правящая коллекция принимает закон, который имеет внешнеполитическое измерение, дипломатическое измерение, учитывает позицию партнеров и понимает, что этот закон придется реализовывать парламенту. А хотя сейчас ситуация такая, всю дипломатию, всю внешнюю политику реализует фактически президент, а парламент на это не влияет. Зато парламент может принять такой закон, например, в деоккупации, который будет ого-го, и которому, собственно говоря, этот закон нужен, скажем так, в том числе и по внутриполитическим соображениям, электоральным соображениям. Может быть нормальная внешняя политика? Знаете, это не проблема даже договорников, мнения, как назвать этот закон, какой он должен быть с Минском или без Минска, с упоминанием Крыма или не Крыма. Проблема в том, что политическая система разбалансирована. Вызовы такие, что вот политическая система или конституционная система, которая в Украине утвердилась, аж страшно подумать, в 96-м году, конституция с 96-го года действует с небольшими латками, перелатками и рисованием. Она не способна решать вот эти задачи с учетом новых вызовов. А какие-то вызовы. Смотрите, что в мире происходит, и что в нашей стране происходит, и что у нас происходит на Донбассе, и что у нас с Крымом, и что у нас по всему внешнеполитическому периметру. Около нуля появляется интервью в ТАСС президента Сербии Александра Вучича. Ключевые моменты этого интервью. Сербия находится на европейском пути, но разница между Сербией и другими странами этого региона, то, что Сербия не хочет вступления в НАТО. Сербия не стремится вступать в НАТО. Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет. То есть Вучич, который сейчас находится в Москве, он просто подтверждает эти позиции. Он подтверждает позиции, которые существовали и были обнародованы ранее. В 0.43 из Вены приходит информация о том, что в эфире австрийского телеканала ОРФ новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что продление санкций Европейского Союза в отношении России преждевременно обсуждать. Без полноценной дискуссии. Цитата. Я сам смотрел это интервью. В январе мы вместе с нашими европейскими партнерами должны проанализировать ситуацию, какой она будет в январе. Но сегодня сказать, как будет обстоять ситуация, я не могу и не хочу, сказала Кнайсль. Слова Кнайсль о том, что продление санкций Европейского Союза в отношении России обсуждать преждевременно. Не надо, подчеркиваю, не надо воспринимать, как то, что санкции с России снимают. Этого нет. Я бы воспринимал эти слова буквально. Продление санкций обсуждать преждевременно, а дальше ждем дискуссии. И того, какую позицию уже в январе займет новый глава австрийского МИД. В 2 часа 48 минут из Нью-Йорка, сообщает Петр Ильичев, заместитель постпреда Российской Федерации при ООН, заявил, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами введения войны толкает руководство Украины на новые военные авантюры. Это было цитата. Заявление Ильичева явно сделано в контексте недавнего решения Канады официально внести Украину в список стран, которым разрешается продавать канадское автоматическое оружие. Что еще сказал Ильичев? Он упомянул о том, что Канада заявила о готовности выдавать своим компаниям лицензии на доставки оружия в Украину. И сказал, что американские компании, а именно производители ручных гранатометов Airtronic USA, уже поставляют Киеву оружие, цитата, кулуарно получая на это согласие, и Госдепартамента, и Пентагона. Хотя, я продолжаю цитату, официально США заявляют, что окончательного решения по этому поводу не приняли. Конечно, это делается в контексте того, что офицеры армии России покинули этот совместный коллектив, в котором они наблюдали за якобы режимом прекращения огня. Но мой комментарий касается прежде всего Нью-Йорка, сказанного в Нью-Йорке. Итак, представитель России твердо и ясно дал понять, засветил то, что ему было предписано в директивах из Москвы. Слава Богу, там существует иерархия, при которой люди не говорят от себя и не фантазируют. Нет никаких оснований, я подчеркиваю, никаких оснований думать, что это все, что знает Москва. Но там уверены, прямо следует со словом Ильичева, в поставках Украине канадского оружия и каких-то гранатометов Airtronic. Каких-то я говорю, потому что я что-то слышал в украинских гранатометах класса «Стугна», которые соответствуют этому всему делу, но я не военный аналитик. И, может быть, в Москве уверены в поставках еще чего-то. У меня возникло от этих сообщений ощущение недоговоренности о том, что Ильичев на что-то намекал, но не все договорил до конца. В 9 часов утра нанесен один из серьезных ударов, хотя и обычных уже, но серьезных ударов по Порошенко. В 9 утра немецкая газета Bild, гиперпопулярная газета, публикует статью политического обозревателя Петера Тиде под названием «Коррупция и непрозрачные сделки. Германия угрожает президенту Украины». Германия угрожает президенту Украины. Говорится о недовольстве Берлина действиями Порошенко. Все факты в этой статье подобраны таким образом, чтобы донести лично к Порошенко сигнал. На следующей неделе эмиссар из Берлина и ЕС, то есть Брюсселя, должен прибыть к Порошенко, чтобы объяснить ему серьезность ситуации отношения Берлина и Брюсселя. Акценты статьи. Личное обогащение Порошенко на всем, что только можно. Перечисляется судоверфи, банк, производство семян, пищевой крахмал, вооружение, автомобили, средства массовой информации, имитация борьбы с коррупцией, а также наступление на национальное антикоррупционное бюро. Цель статьи явная – запугать Порошенко. Типа, большой хозяин, большой немецкий хозяин, тобой явно недоволен. С одной стороны, статья чистой воды – пугаловка, продавай бизнес и все такое. С другой стороны, шантаж, денег не дадим. Ну, читал и думал, а разве это первая такая статья, когда Порошенко пугают и им недовольны. А деньги все-таки ему давали. Может, кто-то из Германии хочет что-то другое в Украине, не знаю, например, что-то прикупить в Украине. И от Порошенко требует – давай, продавай. Но пока это явная артподготовка к приезду какого-то человека, может быть, ухана Сахана, может быть, хекера, советника Меркель, может быть, их вдвоем ждут уже в Киеве, уже сообщили. И идет артподготовка перед визитом этого человека в Киев. Могут быть разные совершенно варианты. Статья в Бильд не мотивирована. В ней нет информационного повода, который обычно любят немецкие журналисты. Например, только что произошел какой-то мощный скандал, вот только что кого-то раскрыли, только что кого-то не посадили, только что кто-то проиграл какой-то судебный процесс или, наоборот, выиграл. Нет, это, ну, можно так сказать, брутальный наезд на Порошенко. Ему дают понять. К ноге, будем себя спрашивать, если кто-то думает, что в этой статье речь идет о том, что вот как-то реформы приостановились, что вот еще что-то надо сделать. Ну, нет, это все, если воспринимать как реформы борьбы с коррупцией, то, может быть, только об этом там что-то сказано, что нет никакого результата, а деньги тратить надо. В 11 часов утра киевского времени, нет, извините, в вашингтонского времени, из Вашингтона начинает поступать информация о выступлении в аналитическом центре Атлантический совет, Атланты канцел, спецпредставитель США в переговорах по вопросам Украины, Курта Волкер. Волкер сказал, что рассчитывает встретиться с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым в январе для проведения следующего раунда переговоров о ситуации на востоке Украины. Январь якобы новая дата. Все время разговаривали, говорили, сообщали и посол США в России Хансман и заместитель министра национального дела России Карасин о том, что встреча возможна еще в декабре. Место встречи не называется, хотя я не думаю, что это имеет такое уже очень сильно большое значение. Предыдущие встречи были в Минске и в Белграде. Итак, Волкер заявил, что возможное установление прямых контактов с контролируемыми Россией вооруженными людьми, он их называет боевиками на востоке Украины, как того требует Кремль, только затянет конфликт на Донбассе. Только затянет. Прямая речь, из чего я делаю такой вывод. Прямая речь. Россия продолжает отрицать свою собственную роль в конфликте на Донбассе и именно поэтому так сложно это урегулировать с самого начала. Не переворот в виде Евромайдана, а Россия с самого начала. Россия настаивает на том, что она не имеет ничего общего с силами, которые она создала, которыми она командует, которые она контролирует, с руководящими органами, в которых она меняет по своему желанию лидеров, говорит Волкер. Россия притворяется, что ее там нет. Она настаивает, чтобы в рамках нормандского процесса ввелись дела с представителями Луганска и Донецка, которых Россия создала. Хотя они незаконные партнеры. Она настаивает, она это Россия, чтобы Украина делала это. Россия сказала, что вы должны иметь дело с людьми из Луганска и Донецка, но последствия этого будут заключаться не только в легитимизации ее присутствия, но и приведут к дальнейшему затягиванию конфликта. Вот так подчеркнул Курт Волкер. Ну что же, я бы сказал, что я здесь с очень многими словами и выводами принципиально не согласен. Во-первых, в большом программном...